с праздниками которые у нас сейчас были которые есть ну начнем издалека в июне исполнилось 25 лет 35 лет моей службы в советской армии вот и 30 лет службу активное участие я тут не самый старый конечно вот игорь николаевич похлопать ему праве привет нормально молодец вот но и знаете мы подумали мы хотим сделать что вот эти наши концерты состоялись следующем сезоне начали проходить музей советской армии у нас уже есть договоренность надеюсь что в сентябре мы с вами уже встретимся там вот наверное военная песня лучшие мы отдали свои лучшие закоды советской армии российской армии и наверное когда начинаешь петь об этом твоя душа та части у которой сейчас без бесхозная находится висит между домом и работой она только живая начинает думать говорить и переливаться и я хотел сегодня попеть песни которые мне вот сейчас мой маленький праздник в июне состоялся я закончил на жарко восемьдесят первом году пятый факультет и сейчас я не такая была встреча забавная мне есть друг он мой однокода примерно серёжа светлов ну чуть помоложе я когда заканчивал школу значит начитался разных журналов типа юности и хотел пойти в миссинку на эстрадный факультет но мой папа умный человек очень большое ему спасибо мишка если ты пойдешь музыканту ты никогда война не станешь если будешь военному играть ты будешь постоянно играть и петь так она и получила за что папе отдельное спасибо вот его сейчас мы ехали серёжа светловым я ехал на свой концерт он ехал на свой он учился в гнесинке у него и я учился в мажайте но и так получилось что мы песни вместе примерно решаем одни и те же задачи по крайней мере я пригласил его на 27 августа в город каширу где состоится очередной фестиваль помнишь товарищ куда я всех вас тоже приглашаю вот фестиваль который нам кажется будет нормальным нашим фестивалем и вам чтобы быть не в москве ну а так закончил я мажайку такое знаете забавное учебное заведение которое меняли название ростов тогда туда поступал и называли вики официально они официальные называли бам бывший академии мажайского вообще наверно нет так мне нравится все вместе когда вот и я начну с такой песни для всех вас про всех про нас про все кто служит советскому союзу и продолжает ему служить потому что наверное то что мы делаем мы делаем не потому что нас заставляли потому что мы по доброй воле выполняли боевые задачи так как этого требовала обстановка чтобы сохранить людей чтобы выполнить эту и чтобы сохранить то, что называется своей душой, своей совестью, настолько, насколько это получится. И лучшие минуты и часы в моей жизни, по крайней мере, проходили под замечательной фразой, которая звучит «Служу Советскому Союзу». Когда мы делали что-то хорошее, и это дело было понятно, что мы сделали что-то хорошее, всех строили, говорили «Выйти из строя», ты делал два шага вперед, поворачивался через левое плечо, и твой непосредственно начальник говорил «Старший лейтенант Калентин за добросовестное выполнение оперативной задачи объявляю вам благодарность». И я говорил вот эти сакраментальные слова «Служу Советскому Союзу». Мы были гордостью страны, мы были силой и надеждой, Рождение и смерть и между, мы были родине нужны, Секунды лучшие судьбы, любой тоски сносила шлюзы, Сигналом боевой трубы, служу Советскому Союзу. Афганская медаль отца и Сталинградский орден деда сквозь беды все и все победы Вели по жизни до конца, пусть пел порою замполит, Гораздо слаще, чем коруза, хотели мы и мы могли Служить Советскому Союзу в любой стране, в любой войне, Повсюду в нашем славном мире, любого тополя точней и круче Д-34. Вы извините, я не вру, но были лучшую из музык, Привыкли мы, чтобы добру, служить Советскому Союзу, Мы могли и Китай, и Америку, утром, вечером, днем или ночью. Мы гордимся, надеемся, верим, мы себя этой фразой уточим. Мы гордимся, надеемся, верим, мы себя этой фразой уточим. Пусть все, что было позади, и были собчаки у власти, Но взглядом мы своим глядим на наши счастья и несчастья. Мы принимаем этот бой, и открывать не станем шлюзы. Эй, ты ковбой или плейбой, а я служу Советскому Союзу. Пусть подуше струится грусть, что все порой так бестолково, Но помню, брат, я наизусть слова Сергея Михалкова, Что начиналась наша жизнь, от головы, а не от пуза. Служил, товарищ, так служи, служи Советскому Союзу. Ты этой службой дорожи, служи Советскому Союзу. Мы могли и Китай, и Америку, утром, вечером, днем или ночью. Мы гордимся, надеемся, верим, мы себя этой славою точим. Мы гордимся, надеемся, верим, мы себя этой фразою точим. Спасибо. Всем ретроградам громкий вызов те песни, что поют их губы. Они споют с тобой Битлз, а после Люба, братцы, Люба, Накатят в творческом угаре с тушенкой сразу три по двести. И будут в их репертуаре лишь замечательные песни. Подставят по уставу шею, подмоют начальство голубую. В любую практику сумеют вложить теорию любую. У них забота ужасно срочная, все время выше всякой меры. Все будет вовремя и точно, мои коллеги, офицеры. Они вечно во всем виноваты, они вечно кому-то должны. Полунищие эти солдаты, самые в мире богатые страны. Ну, да, и я извиняюсь, конечно, очень не нравится, когда начинаем ныть. Главное качество нормального военного и вообще нормального мужика – это оптимизм и терпение. Мы должны улыбаться, несмотря его прийти. Вот, а я хочу сейчас всех поздравить с наступающим. Неотвратимо, как кувалда, на нас сверху падает 2 августа, дорогие друзья. Аплодисменты десантникам. Я знаю, что они среди нас есть. Бежали, падали, летели, вставали, прыгали, ползали. Часы тянулись, как недели, секунды тлели, словно дни. Вперед и вверх вела дорога, через Афган, через Кавказ. Вот моего названия Бога. Его величество – спецназ. В эти выходные праздновали юбилей 22-й бригады спецназа Главного разведного управления, в том числе мои боевые товарищи. Мы разговаривали с ветром, мы догоняли миражи. И на подошвах километры соизмеряли нашу жизнь. И неприступные причалы дрожали после наших фраз, когда мы вслух обозначали его величество – спецназ. Узлы, которые рубили, нам вряд ли было развязать и женщин, что недолюбили. Мы просим утереть глаза через засады и подрывы сквозь грязь и вонь дурацких фраз. А мы с тобой, дружище, живы. Его величество – спецназ. А мы с тобой, дружище, живы. Его величество – спецназ. Вот, спецназу посвящается. Спасибо. Третья песня, третий тост. Я спою старую песню достаточно, которую хочу посвятить всем нашим боевым товарищам, которые смотрят на нас сейчас с неба. И удивляются нашей выдержке, что в эти 35 градусов, дорогие друзья, а завтра 37, нашлись люди, которые приехали в центр города Москвы, в зону экологического бедствия, вы знаете, да, город Москва – это. И пришли послушать песни, за что Господь Бог говорит вам спасибо. Ну, а я хочу сейчас песню, посвященную. Когда был Беслан, я очень переживал, так же, собственно, наверное, как и все. Но мне Серега Козлов говорит, а что ты, говорит, дергаешься, козлею, если поклечь тебя, вы его знаете. Он говорит, что ты дергаешься, мы все там будем, не волнуйся. Сделай, что можешь, и будешь, что будет. Это правильно. И сразу жизнь стала легкой и простой, потому что, как бы мне фигово не было, я вспоминаю, что, елки-палки, рано или поздно мы все отмучаемся, и не надо переживать сильно. Вот. И вот еще одна такая цифра. Сейчас наши ребята, вот мы находимся с вами, дорогие друзья, в культурно-досуговом центре «Орбита», где базируется поисковый отряд «Победа». Вот ребята в этом году уже съездили в Зубцов и откопали 48 человек, 10 медальонов. Прочитали всего два. Вот. А все остальные безымянные герои. Поэтому, когда мне говорят, я сам начинаю ныть и переживать, что мне так тяжело, я вспоминаю вот эти цифры. 48, 10 и 2. Я сам в прошлом году откопал бойца, которого в медальоне вместо записки было перышко стальное. То есть мужик настоящий ценил писанные слова выше своей жизни. Представляете? И вот от него ничего не осталось. Смятый череп, переломанные ноги. Медальончик, расческа, где все зубья целые были. Вот карандаш красный и вот это стальное перышко. И в общем, всем нашим. Мне очень круто, я. Когда мы вернемся с войны, Красивые и молодые, Овеянный дымом побед, Покрытый от каменной ран. И будут награды сиять, И волосы наши седые, Когда мы вернемся с войны, Подымавшие крики «Ура!» Когда мы вернемся с войны, Нас встретят хлебами на блюде, Нам громкие скажут слова, Как правильны мы и нужны. Мы были надеждой страны, Останем нормальные люди, Нам выпить вы и закусить, Когда мы вернемся с войны. Когда мы вернемся с войны, Все девушки будут прекрасны, Все женщины будут милы, Доступны тихи и нежны. Мы будем их вечно любить, И черных, и белых, и красных, И утром, и ночью, и днем, Когда мы вернемся с войны. А там высоко над землей, Над самой высокой вышкой, Кому и куда повезло, В раю или, может, в аду, Уйдя из разорванных тел, Погибшие наши братишки. Внимательно и свысока Нас видят и слышат и ждут. А мы похмелимся с утра, На форме заштопаем дырки, И снова суровый приказ За Родину в бой поведет. Но все же наступит пора, Фура в штиль, там без козырки, Однажды когда-нибудь все, Мы к ним непременно придем. Когда мы вернемся с войны, Когда мы вернемся с войны, Когда мы вернемся с войны, Когда вернемся с войны. Спасибо, садитесь, пожалуйста. 14 августа... Громко, да? Я понял. Дорогие друзья, 14 августа у нас состоится первый открытый фестиваль авторской песни, авиационной, в городе Жуковском, партия «Культура и отдыха». Я вас сюда приглашаю. Это будет овертюра к МАКСу, к московскому авиационному салону. Сейчас у нас идет напряженная работа. Первый фестиваль, посвященный Сергею Николаевичу Мельникову, выдающемуся человеку. Было время, 30-е годы, мы читали про это время, когда дети смотрели на фотографии не Микки Маусов и Ксении Собчак, а на Чкалова, Водопьянова, на героев-челюстинцев, на нормальных мужиков, которые были похожи на людей. И вот у нас есть эти люди, это летчики-испытатели, потрясающие совершенно мужики, очень простые, кстати говоря, совершенно беспонтовые, хотя все почти герои, и выполняют задания, которые редко совместимы с жизнью, потому что вы сами знаете, наша советская техника, она как была советская, она так и и остается. Люди летают на запредельных режимах, и вот один из этих людей, Сережа Мельников, подарил меня своей дружбой, к сожалению, он ушел в прошлом году, мы с ним практически одновременно родились, он 7 июля, а я 27 июня. И вот в городе Жуковском мы сейчас решили сделать вот такой вот фестивальчик, и вроде нам Господь помогает. Выяснилось, что перед нашим началом, после того, как мы будем петь, там состоится джазовый фестиваль, который организует Алексей Головин, профессиональный продюсер, который начинал карьеру ансамбля «Воскресенье», делал их первую запись, дружил с Константином Никольским и так далее. И он нам подарил профессиональную сцену с 30-ю киловаттами звука, подарил нам звукоператора на наш фестиваль, у нас там будет 5 часов всего это происходить, ну и вот я вас приглашаю 14-го числа. Ну и песня про Серегу Мельникова. Сергей Николаевич Мельников, это был летчик-испытатель, который совершил свыше 500 посадок на наших авианосц, на наши авианосцы точнее, и ночью и днем сажал свой самолет, сухой 33-й, весом 38 тонн, который научил садиться на самолет, множество летчиков, и благодаря ему и его другу Тимуру Апатидзе, с которым они сейчас вместе на небе находятся. Наша страна все-таки получила хотя бы один авианосец, потому что ЕБН его хотел продать, но они вместе с Апатидзе научили 25 летчиков садиться на корабль и сказали, что у нас есть авианосная авиация. Да, ну и песня про Сережу Мельникова. Потрясающий мужик, красивый, умный, веселый, прикольный. Любимый инструмент бояр. Там вот кабина Су-33-го, и он сидит с бояном перед вылетом. Своей короткою дорогой Толкнув железный пароход Слетает Мельников Серега И самолет его сухой Повыше вверх, поближе к краю Где кроме неба ничего И солнце близко играет На мокром блистере его Боянок, но почти потрогав И отыскавший нужный тон Выводит на небо Серега Сухого 38 тонн И он пронзит любые дали И разрешит любой вопрос И долетит он и завалит Вернется и поймает трос Желанно очень для любой серьезной нации Что по земле шагает собственной дорогой Иметь немножко корабельной авиации И мужиков таких, как Мельников Серега Иметь немного корабельной авиации И мужиков таких, как Мельников Серега И наблюдая за разбегом Все останавливают речь И поднимают взгляды в небо И расправляют крылья плеч И чувство старое накроет Покуда он летит легко Что мы с тобой страна героев А не приют для дураков Летит прекрасной синей птицей Что всех сильнее и умней Которой можем мы гордиться В любой заморской стороне Над нашей жизнью безнадегой Над суетой и чепухой Взлетает Мельников Серега И самолет его сухой Желанно очень для любой серьезной нации Что по земле шагает собственной дорогой Иметь немного корабельной авиации И мужиков таких, как Мельников Серега Иметь немного корабельной авиации И мужиков таких, как Мельников Серега Серега Мельников, спасибо Ну, Серега Мельников был человек Прежде всего, соответствующий вот этому критерию Который называется Терпение плюс оптимизм Поэтому я хочу сразу Чтобы вас не перегружать тяжелыми песнями Спеть хором вместе с вами, дорогие друзья Чисто авиационную песню, секретную Которая, значит, поется в хором Вы поймете, когда Значит, песня рассказывается, как Среди самолет полетел с пункта А в пункт Б Песня не моя, вот, к сожалению Но по дороге его свои сбили Значит, все остались живы Все слова, которые говорил экипаж Замеются словом «тра-та-та» Крутится, вертится шар голубой Наш самолет отправляется в бой Тра-та-та-та, бортмеханик сказал Тра-та-та-та, командир отвечал Тра-та-та-та, бортмеханик сказал Тра-та-та-та, командир отвечал Штурман заснул средь бутылок пустых Мы в облаках заблудились густых Тра-та-та-та, командир очень злой Тра-та-та-та, полетели домой Тут к нам в кабину борттехник бежал Братцы родные, трота нам настал Чья-то ракета за нами летит Тра-та-та-та, командир говорит Прямо с небес тратахнулись во враг Кто нас подбили, свои или враг Наша ракета и наш самолет И как оказался знакомый пилот На белый свет экипаж вылезал Каждый при этом, трота-та сказал Лишь командир в это время молчал В воздуху в легкие он набирал Речь командиры поется хором Нервных женщин просил только тюж А все остальные поют Три-четыре Тра-та-та-та-та-та-та-та Все вместе Тра-та-та-та-та-та-та-та Тра-та-та-та-та-та-та-та Вашу мать Больше не буду я с вами летать ура вот но пришел до пришел игорь николаевич поэтому я решил подприматься чужой славе вот испеть дорогие друзья про афган значит как уже было сказано выше восемь третьем году значит я написал рапорт про с просьбой перевести меня в афганистан мой командир посмотрел на меня умными глазами сказал что как только я там понадобится у меня сразу же туда направит но до сих пор туда не направляют вот но поскольку друзей много некоторые были по-настоящему там был у нас замечательный такой серёга кукушкин который водил караваны сначала он говорит мы ведь водили как положено по уставу интервал выдерживали скорость движения потом понял что если делать все по уставу то живой никто не доедет вот и дальше нажимали на горшетку и ехали с такой скорость который позволяет ходовой части дорожное покрытие колонна мотор на подъеме отсадно ревет как будто на воздух разреженный злиться колонна идет колонна идет усталые траки колеса и лица колонна идет мимо горных вершин лугов и полей в разноцветных заплатах и мимо скелетов сгоревших машин что были колоннами тоже когда-то пусть вкутали просто пшено и мука и как на картинке раскрашены горы но на автомате застыла рука и мир сконцентрирован в сектор обзора камаз работяга бежит тяжело но словно затвор передернутые нервы нервы на этой дороге уж так повелось стрелять нам придется вторым они первым здесь на чаше одной сахар соль и мука и бензин и патроны и хлеб а на чаше второй что же делать пока наши души добро не жилет вот воздух над жарким бетоном дрожит и новый камаз из него выползает колонну пройти словно жизнь прожить а жизни не всем на дорогу хватает в горах не бывает другого пути и лучше колонны не сыщете цели но будем идти мы но будем идти и сами на мины въезжать и в прицелы и вспышка на склоне разрывы и звон стекла лобового передней машины сквозь грохот стрельбы чей-то сдавленный стон и ствол автомата заходится длинно и дым начидит разгораясь камаз солярка и кровь на горячем бетоне и щурится зло сквозь прицел правый глаз и крошатся камни от взрывов на склоне здесь на чаше одной сахар соль и мука и бензин и патроны и хлеб а на чаше второй что же делать пока наши души добро не жалеет и взрыва все ту же сжимался бы круг да там за баранкой такие ребята горящий камаз покачнулся и вдруг к обрыву пополз на круглый карниз он как человек из последней силы застыл на секунду и ревнулся вниз колония исход подарив из могилы и в мире во всем больше не было зла нас остановить нас заставить обратно колонна пошла да колонна пошла второй и шестой и восьмой десятый здесь на чаше одной сахар соль и мука и бензин и патроны и хлеб а на чаше второй что же делать пока наши души добро не жалеет мотор на подъеме надсадно ревет как будто на воздух разрежен из лица колонна идет колонна идет усталые траки колеса и лица колонна идет мимо горных вершин луков и полей в разноцветных заплатах и мимо скелетов сгоревших машин что были колоннами тоже когда-то колонна идет колонна идет колонна идет солдат пришел в афганистан с севера солдат ушел на север но война пошла за солдатом я прочитал в одну из репортажа уже не помню какого корреспондента что он разговаривал с афганцем со стариком который ему сказал вот эти слова и мне повезло на знакомых на друзей совершенно фантастическая была встреча турбазе тирскол девяносто третьем году это приехали два пацана один старлей второй капитан один командовал развед роты вводился в боку а второй командовал дивизионом противовоздушной обороны но стрелкового полка батареи точнее вот и они с веселым смехом рассказывать как это все происходило в боку вот я слушал их и думал чем вот хохотать или плакать неизвестно потому что за то что большие дяденьки выпячивают свою дурь расплачиваются вот эти молодые пацаны у которых и женщин то в общем-то в жизни не было они не знают что такое жизнь по-настоящему вот и вот такая кусочек такой я его назвал дела внутренние ну господа так господа ничуть не лучше чем товарищи вокруг в который раз беда пожаров снарядов взрывы и пожалища больших политиках опять дурь с гонором никак не сходится а нам все это разгребать уж это испокон так водится великий вождь очередной не совладал по пьяни с придурью и началось тут боже мой что в страшном сне потом не выдумать а дальше боевой приказ слава о родине служений и все надеются на вас но не стрелять на поражение что же из чужая словно гвоздь теперь политикам уродинам забил забил да в крик да в кость не виновата в этом родина не виноват твой глупый дед сгоревший в сорок третьем в танке что застилает белый свет валютный счет в кредитном банке дай бог терпение нам и сил и выйти целыми из боя и милостыню не просить и не краснеть перед собой и не краснеть перед собой вот и сразу песня я знаете я много слушал о куджаву много слушал наши классических бардов мне все время было удивительно вот такой о куджаву есть серия песен об военных офицерах там все так красиво пушисты все такие ходят я так представляю все таких чистых сапогах лаковых марширует или ходит с дамой подмышкой под подмышкой под ручку вот я вспомнил вот наши вот эти вот перестроечные дела когда я чтобы сохранить своих бойцов но офицеров смысле я разрешал абсолютно все я просто говорил делай вот это и дальше уходи с работы не сиди не играй в эти дурацкие компьютерные игры иди охраняй чего-нибудь лишь бы только сохранить людей которые разбираются вот вот в этом сложном тонком деле которым мы занимались вот и это было похоже чем-то но такая война вот наша война который мы нам удалось выиграть нам удалось пройти через 90-е годы выполнить выполнить все наши задачи вот и да но у каждого своя война и вот я написал такой романс которыми почему-то часу чаще и чаще хочется петь вот и мне самому нравится на этом мелодия какая то есть большинство моих песен мелодия там отсутствует это просто такие бардовские пропевки а вот в этом есть я называю такой пост окуджавский перестроечный романс советского офицера или как было написано книги лебедя в это в тв плюс в т а равняется советской власти за кавказ в мутной воде заблудиться так просто между течениями стремительных вброд а на плечах и поконные звезды и эти люди ведь той же народ и невозможно приказа нарушить и не нарушить приказа нельзя господи боже спаси мою душу не отведи от прицела глаза кровь пацанов там где кровь лейтенанта злобы слепой ненавидящий взгляд жизнь как мундир по краям салым канта ты человек но и ты и солдат мир хрустальный бокал кем-то брошенный опал что не склеить уже ни сложить ни собрать я наверно устал стал неплотно захлопнул пусть идет без меня злая эта игра слепо корявый двадцатого года выбравшим рельсы военной судьбы теми кто справа и предан и продан теми кто слева осмеян забыт скрыться засесть за забором бутылок чтобы не видеть чтобы не замечать только внезапно ударить в затылок с хужестью фабул тогда и сейчас господа господа что же с нами то будет все уходит в песок вера честь и вода нам беда не беда пусть господь не забудет нашу совесть и честь господа 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 степанокерт и бакуицхенвали буквы простые без жалостных фраз время для жизни мы не выбирали время приказом назначило нас красный ли флаг красно-белый и синий как далеко бы судьба не вела только бы крепко стояла Россия только бы Родина наша была господа господа что же с нами то будет все уходит в песок вера жизнь и вода нам беда не беда пусть господь не остудит были б совесть и честь господа господа были б совесть да честь господа господа вот недавно перебирал спасибо перебирал свои старые записи там большой такой стих курсантский еще что вот там по поводу Акуржавы вот что ах сабли ах мудиры ах манеры усы завиты тихо и легко вот жили же раньше офицеры и голову держали высоко а я вспоминаю как мы выполняем свои боевые задачи в таком дерьме извиняюсь сам лазаешь туда ныряешь вот как вы это помните анекдот про сантехников да потому что офицер же когда он нормальный офицер сам туда полезет чтобы бойцов сберечь вот и вылезаешь и думаешь господи как хорошо было при Акуржаве можно было такие песни писать их все слушали на полном серьезе и воспринимали что да вот военные они все такие красивые ходят в белых рубашках и поют красивые песни да и вот еще одна песня я вспомнил значит помните был такой замечательный мужчина по фамилии Квашнин начальник генерального штаба мне один раз сильно повезло я у себя в конторе бегал в обед и купался на меня смотрели как на идиота а сейчас вся контора бегает потому что вы знаете да что такое 200 это трупак трехсотый это тот который ранен а 400 это офицер получающий денежные вознаграждения по итогам безупречной службы значит своей и вот я значит пробежался и какая-то меня значит я пошел не через центральный вход где обычно ну я такой мокрый в рубашке значит а через столовую подхожу к двери останавливаюсь и слушаю слышу значит за дверью слышу громкий голос значит кто-то учит командира моей части как нужно заниматься той работой которой командир занимался 35 лет я так открываю вот так и вижу прямо на расстоянии как колонка значит стоит квашнин и ему с помощью неформальной лексики ну вы знаете да чтобы человек быстрее понял в армии нужно ему употреблять эти слова с короткими значит короткие слова с большим содержанием вот и объясняет ему значит ты вот вот это да ты вот еще вот это да ты блин я думаю господи спасибо тебе господи что ты меня не повел через центральный вход да ну и вот песня которую сейчас я вам значит вспомню была написана в замечательные 90-е годы и как мне сказали мои друзья из Гоу ну знаете что такое Гоу да вот они значит вот эту песню говорит он на одном из они там ее выучили иногда пели на пьянках и вот говорит это он ее тоже выучил где-то он ее цитировал не выучил так что а цитировал на каком-то из коллегий министерства обороны вот это вот это вот это ну и начало этой песни у полковника Геша нету денег ни шиша хоть как кардами с нашивками блестит он уверенно идет там где в метро бесплатный вход а в кармане ветер весел свистит можно матом по врагам демократам и долгам по Минфину по Ночфину и Чечене но пройдет минута пять и начнет зудить опять мысли грустные я в военной голове у полковника Геша на работе кореша сейф коричневый даст толчего грешить спирт во фляжке питьевой да куст тушенки пыковой все что нужно для израненной души а где-то город Кандагар и на стволе густой нагар и вертушка над зеленкой улетит сколько он прошел засад сколько вывел он ребят да из последней что-то долго не уйти а из последней что-то долго не уйти а он не верит ни в приметы ни в политический кардебалет он нужен был тогда в то лето а вот сейчас как будто нет и винить то здесь кого да себя же самого кто же думал то что все пойдет вот так что вот так ценить начнут этот самый ратный труд и червонь превратится твой в пятак у полковника гэша по ночам болит душа то ли от курева то ли от веселых дум у полковника гэша нету денег ни шиша слава богу хоть остался честь да ум слава богу хоть остался честь да ум а совесть проперем а он не верит ни в приметы но дома держит парт билет он нужен был в стране советов а вот чупайсом вроде нет он нужен был тогда в то лето а вот сейчас как будто нет Ужасная песня и потом я знаете я просто по жизни у меня есть несколько учителей в том числе Юрия Висбор ну точнее не сам Висбор конечно а его стихи вот и у него есть потрясающие песни которые в общем то все написано ничем не надо думать там все написано как должны вести себя нормальные люди в нормальных условиях и вот ну и вот подражание Висбору собственно я так называю песни про деньги я решил что эту тему нельзя оставлять потому что песня очень грустная вот которую я сейчас пел вот она действует отрицательно на человеческое сознание чтобы она действует положительно я решил вторую часть сейчас покажу ну что о деньгах говорить их больше все таки не станет кто их не сделал к сорока Николаевич да вряд ли банк откроет свой мужчины есть помимо нас кто в шоколаде кто в сметане а мы с тобою милый друг в красивой форме полевой конечно уникальный строй и уникальная система и есть конечно мужики нет все забыл вот на тебя посмотрел и забыл ты вот тоже забыл ладно давайте нет ну что про деньги говори нам нам есть ведь чем устроить праздник нам даже дома черт возьми покоя нет от наших дам они наслушались реклам и насмотрелись фильмов разных и их все тянет на боли стоите чтоб напополам а нахера нам те моли и то же самое таите пусть Копенгаген подождет и не к столу сказать пнум пень нам озирая мир вдали ловить бы рыбку с дядей вики а коль почувствовал тоску так сразу клинского попей у нас на всех педатна пароль по имени дорога и свирит гнезда в наших снах и Ченгачгук и Робинзон у нас огромная страна которой не бывает много она волнует и зовет туда за синий горизонт нет нет без денег черт возьми не будет ни жилья ни пищи за их отсутствие порой душою платят по всему но кроме денег есть любовь и силы есть у нас дружище чтоб лишь за деньги никогда не продаваться никому но кроме денег есть любовь и силы есть у нас дружище чтоб лишь за деньги никогда не продаваться никому вот это уже оптимистическое я извиняюсь что забыл слова вот еще мужики я хотел немножко настандировать просто я всю жизнь ездил при Эльбрусе ходил 12 раз на Эльбрус в этом году обломили все это дело ну и вот две песни которые в общем то оттуда привезены были первая песня называется снайпер я посвящаю вызови этого человека знаете все прекрасно Василию Денисову мир праху его который от нас ушел к сожалению в прошлом году мы его все хоронили и собирались все вместе вот Вася был замечательным человеком писал песни стрелял очень хорошо и вот Чечня снайпер песни снайпер два человека одеты оба примерно в одинаковый камуфляж у обоих СВД что такое СВД переводить надеюсь не надо вот то есть пуля летит в обе стороны одинаково патроны видимо тоже может быть даже из одной серии вот ну а тут сами понимаете кто первый обнаружил тот и прав у меня СВД у него СВД перелесок до бетер сгоревший дотла кто прицелом чужим будет первый продет одинаково пуля летит из ствола кто прицелом чужим будет первый продет одинаково пуля летит из ствола я гляжу на него Через круглый прицел и деление лежат У него на зрачках, от меня до него Вдох глубокий в конце И невыбранный ход спускового крючка От меня до него, вдох глубокий в конце Да невыбранный ход спускового крючка У меня СВД, у него СВД У меня камуфляж, у него камуфляж Между нами стена двух различных идей Из которых сюжет этот выстроен наш Между нами стена двух различных идей Из которых сюжет этот выстроен наш Кто-то только один остается живой И покинула пуля границы ствола От тебя до меня больше нет ничего Ты уж, брат, извини, вот такие дела От тебя до меня больше нет ничего Ты уж, дух, извини, вот такие дела Каждый пел свои песни Каждый ломал свой хлеб Вроде хватало места нам на этой земле Жизнь дорогой ценою Вяжет его и меня Соединив одною линей огня Линей огня Линей огня Ну и вот, спасибо Я заканчиваю свое выступление Еще две песни не спою буквально И следующая песня, тоже чеченская я ее называю Я ехал из Терскола В это время шла вторая война И вот мы сидели со спасателями Разговаривали До поезда было еще четыре часа Рядом шла жизнь Сидел человек за соседним столом В новом камуфляже С капитанскими погонами И с дипсом на ноге С кострелем Вот И вокруг него бегал лейтенант молодой Видно, что только сейчас выпустился Подносил ему пиво там Шашлычки и так далее И вот мы сидели Мы сидим Он сидел Они сидели вдвоем Посидели мы где-то час Он потом подходит Говорит, извинился Говорит, вы не могли бы Вы в Москву едете? Я говорю, да Не могли бы позвонить вот Одной женщине Дам мне телефон Я говорю, конечно позвоню Вот Записал Еще час посидел Подошел Говорит, вы не могли бы позвонить Вот моей бывшей жене Дал второй телефон Я говорю, слушай Ну ты же сам сейчас поедешь Наверное Позвонишь Он говорит, не Я в Моздок Я в другую сторону А когда я сел в вагон Там сидел другой капитан У него были синие Красивые спортивные штаны И красивая синие ВВСная рубашка С погонами капитана Он ехал сдавать сессию В какой-то Институт В центральной части России Сдавать сессию Он ехал с помощью Двух ящиков водки Причем там водка лежала Не вот так вот Как обычно стоит А вот так она лежала Навалом То есть там было бутылок 40 В ящиках Он просто жил возле Я забыл как это называется Город, где В большом количестве Производилась Значит вот эта Виноводочная продукция Коньячно водочная продукция Он с ними там Задружился Вот И вот он приехал Я за два ящика коньяка Поступил в этот институт И сейчас каждый семестр Приезжаю туда Сдаю два ящика водки Значит И да И мне ставят оценки Удовлетворительные И я таким образом Провожу обучение Дополнительное Значит В Волгожанском ВУЗе Вот Два капитана Две судьбы Я никого из них Совершенно не собираюсь Не осуждать Не возносить А просто вот жизнь Такой случайно Совершенно Наблюдение И вот песенка Называется Капитанская жена Ну она собственно Посвящается первому капитану Вот который В камуфляже С костылем Была у капитана жена Пекла для капитана блины Пришла тут капитану война И увела его от жены А впрочем Было наоборот Да в общем-то Без разницы уж Война себе И дальше идет А капитан Теперь ее муж Была у капитана Судьба Где разных красок Было не счесть Теперь на его Устих губах Лишь никотин Да холод Вот да жесть А где-то Пугачёв поет А где-то Олигархов громят Нет Каждому Конечно Своё Да жалко Молодых Пацанят Шатилет не столик В летнем Кафе И полкружки пива Сектарь обстрела Вы не обессудьте Малость под шофе Он ведь не на службе Он живой и целый Эй капитан Ты не грусти Все что случилось Оно уже сзади Эй капитан Если можешь прости Будет еще у нас Радость во взгляде И жизнь у капитана струна Застрявшая в холодной воде И нервы капитана струна Которую так просто задеть И никого не надо жалеть И грустными словами корить А просто эту песню допеть И тихо посидеть Покурить Шатилетний столик В белом Шатилетний столик В летнем кафе И полкружки пива Сектарь обстрела Вы не обессудьте Малость под шофе Он ведь не на службе Он живой и целый Эй капитан Ты не грусти Все что случилось Оно уже сзади Эй капитан Если можешь, прости Будет еще у нас Радость во взгляде Была у капитана жена Пекла для капитана блины Пришла тут капитану война И унесла его от жены И унесла его от жены Спасибо Вот, дорогие друзья Сейчас я спою крайнюю песню Своего отделения И это, в общем-то, вы понимаете Что это, значит, разогрев Перед выступлением главного Нашего сегодняшнего классика Вот, главного нашего человека Который, слава Богу, до нас доехал Николаевич, я тут Для ужаса Ну, а я хочу сделать неприятное объявление Дорогие друзья Вы знаете, что наш концерт платный Как это ужасно И платность обеспечивает Наша замечательная Олечка К вам подойдет небольшого роста женщина И скажет вам секретные слова Просьба ей дать денег И вам за это ничего не будет Вход бесплатно, выход как получится Ну и вот творчество Игоря Николаевича Дорогие друзья Ему самому лень Поэтому его поклонники То есть мы с женой Занимаемся его тиражированием Потом мы сами понимаем Мы его обдерем как липку За то, что мы скажем Что мы за болванки заплатили За тираж и за все остальное Это шутка, конечно Вот, вот остались его диски Ну и что-то мое еще есть Ну а сейчас, Николаевич Вот я тебе это посвящаю Потому что, знаешь, я вот сейчас это подумал Мысль, я ее вначале сказал Что, наверное, мы все Лучшие годы свои отдали этой армии А сейчас оно все равно внутри живое И вот когда приходишь на концерт Вот на твой Оно оживает И начинает появляться опять вот ощущение Что все-таки не зря мы это все делали Потому что оставил Оставились хотя бы вот эти песни Я считаю, что вот каждый Песня это как Такой виртуальный дом Если песен много То получается город или село И ты заводишь туда своих знакомых людей И вводишь их От одной постройки к другой А давайте вот сюда зайдем А давайте вот за это подергаем А давайте постреляем Давайте поползаем нажим Давайте похохочем Давайте вмажем Вот, ну, мазать можно и так Вот, да И вот это потрясающее умение человека Буквально двумя-тремя словами Нарисовать целую картину боя Объяснить, что добро, а где зло Вот, это потрясающее умение Сохранилось вот в некоторых людях Которые, слава богу, были на войне И вот один из этих людей сегодня с нами здесь Игорь Николаевич Морозов Горюш, это я про тебя Родной Не, не, будем слушать мои бабаки Никаких курений И все остальное Сейчас я спою про тебя крайнюю песню Будет перерыв Над безбрежной судьбой Уникальным пожаром Где Ака Соловьем Свои песни поет Две граничных черты Автомат и гитара Окаймляют Россия Твое бытие Семь и шесть Пять и пять Два калибра у Вены По которой бежит Злая, алая кровь Где здесь мирная жизнь Где здесь жизнь военных Это наша судьба И вражда, и вражда, и любовь Я поправлю колки Я поправлю разгрузку Я негромко вздохну Ну, ребята, пора Этой жизни витки Намотаю по-руски В катакомбах Москвы И в афганских горах Для твоих мужиков Это лучший подарок Музыкальная жизнь И военная смерть Два предмета простых Автомат и гитара Зарядить и настроить И выжить и спеть Здесь любые равны Молодой или старый Для стиха и струны Пулетля или ножа И на карте страны Автомат и гитара Повторяя границы Красиво лежат И на карте страны Автомат и гитара Окаймляя ее Так красиво лежат Так красиво лежат Все, спасибо Ну вот, дорогие друзья Покурить и оправиться А потом занять места Согласно штатным расписанием Деньги давайте Иначе Мороза петь не будем